Всем привет! Сегодня у нас будет Бостана Юра Горбенко, шестой день. Сегодня у нас с него очень скучное, монотонное, он немножко расстроился. Сразу говорит, хочу работать, хочу тренироваться, хочу рвать, но ребята, надо помнить, что есть определенные программы, есть определенные сроки, которые надо всегда придерживаться, чтобы был результат. Чтобы был, еще раз, результат. Так, сегодня у нас только велосипед, динамика, восстановительная тренировка. Завтра у нас будет день стрейчинга, завтра будет интересный день, будете наблюдать, так что заходите на канал Ютуба Юры Горбенко и все, учитесь, наблюдайте, смотрите, как чемпион восстанавливается. Спасибо. Поехали. Уровень сложности 5 у нас, скорость в диапазоне от 50 до 70. Монотонно крутим, потеем, разрабатываем коленный сустав, вырабатываем вынос. Девочка, как самочувствие? Тише, я разгромлюсь. Ничего. Я сказал, теперь крутить через целый час. Да. Это не мат такая черта. Блать-ка себе. Все будем. Ребята, помним еще раз. Самое главное, выдержать правильно строки, узнать, как дозировать нагрузку. В общем так, чувствую себя отлично. Уже 50 минут кручу эти педальки. Задница болит, булки. Но ничего, еще немножко крепимся. Сегодня такая более расслабляющая тренировка. Как бы тренер-реабитолог виднее. Хотелось бы побольше занятий, но сказал, сильно не нагружая коленок, чтобы не было попущных действий. Но ему виднее. Наше дело заниматься, восстанавливать. Чувствую отлично. На шестой день коленки практически не болят. Так что мы идем и двигаемся в правильном направлении. Вот и вам советую обращаться именно к специалистам. Пусть с вами занимаются. Не затягивайтесь. Не занимайтесь самолечением. Не думайте, что вы самые умные. Что вы на таблетках можете пережить эту боль. Таблетки не заглушают боль на некоторое время. А потом получается еще хуже. Ну, такое дело. Так что Юрий Горобенко рекомендует обратиться к специалистам для восстановления себя. Особенно это касается спортсменов, которые планируют в дальнейшем свои профессиональные выступления. Либо просто выступления. Не ходите с палочкой. Занимайтесь, лечите, восстанавливайтесь. Юрий Горобенко рекомендует. После велосипеда, короче, час езды, да, и далее. Вот здесь болит очень сильно, как крепко тоже, жестко. И ходишь, и болит как будто раненый. Приседал тысячу раз за пять минут. Ну, что, сейчас специалист порастягивает. Мы покричим. То, ради чего вы все смотрите это видео. Пишите комментарии, оставляйте лайки. То есть наоборот. Очень важно, поехали. Ну, а сейчас будем полностью... Ты снимаешь? Да. Полностью расстягиваться ножку. Плавненько, аккуратненько. Никто никуда не спеши. Левиера будет кайфовать. А потом чуть размассажируем, так как мы любим. Все, не так. Наша крепота только берет. Берет. О, ну, Соня, так терпима еще. Результат, похоже, не есть. Даже могу расслабиться. Пока. Такого еще не было. Видите, я специально на 100% растягиваю в разных плоскостях, чтобы полностью прорабатываться все. Это нужно, чтобы аппарат разъектов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Три, два, один. Ух. 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 еще раз фу у Гапульда полетели немножко по болте полетели немножко по болте и и и и и и и употребляю в пальце а ты чувствуешь это? да опыт все не а заднюю поверхность проработать АС В от sporche алгорск середине Вот это точка Печет Молодцы Поехали? Как самое счастливое? Немножко покошла к концу Шестая умница Расставляющая, восстановительная процедура Делали динамическую работу Потянулись Сейчас холод обязательно Приложим, сейчас вы увидите Что, как, для чего У меня было воспалительного процесса Юра, как твои самочувствия? Голова, это нормально? Да, давление повышается, конечно Когда идет стрейчинг Была интенсивная динамическая работа Потом мы как бы Прекратили ее или начали растянуться Немножко давление поднялось Это нормально А так все Так, снимай дальше Ложись, ложись Сейчас друг прикладываем специальный Стол, свердпэк Пакет Поводность Прекладываем Сначала прорабатываем все связочки Коваторальные боковые И снизу колено Под колено мы не ложим, чтобы лимфоузлы Чтобы их не заскрутить А еще такой вопрос Баньки, сауны можно принимать? Сауны, бани нельзя Да, потому что колено будет набирать воду Будет задерживать и будет колено оттекать Придется потом жидкость Нельзя греть? Не надо, греть нельзя Только охлаждать А вообще париться можно? Вообще после того, как придет реабилитационный курс Да, можно Ну ладно Это тяжело будет сделать, но ладно Начать, Юрий Горбенко рекомендует Прещайте специалистам Ну ладно Да